Улицы Новая и Молодежная, а также одноименные переулки. Здесь 121 участок. Их выделили многодетным семьям. Подведение коммуникаций завершили в августе этого года. Проложили более двух километров дорог, примерно такой же объем длины магистральный водопровод, а также электричество. Полностью обеспеченные коммуникациями кварталы частного сектора. Администрацией города Курот-Анапа в рамках реализации краевой программы в 2013 году выполнена проектно-сметная документация. Получено положительное заключение государственной экспертизы. В 2015 году в рамках этой же краевой программы получены субсидии из краевого бюджета. И на условиях софинансирования выполнено строительство коммуникаций. Здесь имеются и насосные станции, две трансформаторные подстанции, дороги, тротуары. Подведение коммуникации оплачивают на условиях софинансирования из городского и краевого бюджетов. На некоторых участках уже стоят времянки. Владельцы начинают осваивать территорию. После того, как семья построит дом, они смогут оформить в собственность и землю под ним. Юрий Сергеев следит за появлением контуров будущего фундамента. Он – гражданский служащий воинской части. Его жена – продавец. У Сергеевых трое детей. Сейчас они живут в Анапе. Владеют жильем площадью около 40 квадратных метров, чего явно недостаточно. Здесь планируют построить дом в три раза просторнее. По словам главы семьи, каких-либо проблем с оформлением земли не возникло. Устраивает и сам участок. Отлично. Место хорошее, спокойное. Транспорт ходит, машина есть. Добраться везде. До Джигинки два километра отсюда по прямой. Школа тут есть. У меня ребенок в школу ходит. Первый класс пошел. Площадка в хуторе «Уташ» – вторая по счету из полностью завершенных. Первая на 32 домовладения уже есть в Гастагаевской. Там же спроектировали подвод коммуникаций еще к 119 участкам. Также есть документация на 145 участков Суворова-Черкески. Готовится проект на обеспечение водой и светом 320 будущих домовладений в Цибанабалке.